приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и хорошего добротного урожая картофеля в 2023 году а чтобы получить хороший урожай картофеля нужны хорошие погодные условия нужна хорошая подготовка грунта нужны удобрения и дальше обязательно выполнение всех условий технологии посадка именно благоприятное время и если это все сделано то и нету качественных семян то все это будет впустую поэтому качественные семена качественные картофелины для посадки это очень важный момент и нужно этот момент учесть при подготовке к посадке никогда не надо с погреба доставать и сразу высаживать и тем более если переросшие ростки очень внимательны будьте когда мы вот эти переросшие ростки мы уже делали так несколько лет назад испытания проводили мы сразу же скажу имели да взошел картофель да он рос но он больше всего поражался болезнями вредителей всегда там было больше всего потому что они чувствуют где слабое растение ну и в конце когда мы стали выкапывать этот картофель намного меньше был и кроме того мелкий и 30 процентов были гнилые картофелины которые мы выбросили да и остальное не особо хорошего качества было поэтому вот этот картофель который мы вытягиваем с погреба не высаживаем это опасно для будущего урожая в первую очередь урожай можно не получить тем более если мы спешим и высаживаем быстренько потому что вот все так делают и получается в холодную почву высаживаем вот эти тоненькие росточки они погибают и остается там будут повторные какие-то еще росточки подниматься глазки будут открываться но вот тот картофель и урожай плохой и будет болеть и непонятно что мы еще и получим в конечном итоге все зависит от погоды вот это первое замечание которое мы хотим вам подсказать и мы к этому пришли тоже благодаря опыту мы используем озеленение яровизацию яровизация картофеля очень важный момент потому что именно яровизация дает возможность подготовить все картофельны к посадке вот этот процесс в тепле ускоряется процессы роста и созревания и здесь же у нас происходит вот накопление солонина а солонин он позволяет нашему картофелю подготовиться и к тому что их вредители не будут есть и все вот эти все проблемы которые могут возникать в процессе выращивания картофеля они прекрасно справляются солонин помогает картофелю с этим справиться но и что мы делаем мы обязательно обламываем все ростки потому что они во первых мы видим какие ростки у нас слабенькие какие ростки могут быть если просыпаются они не длинненькие вот тоненькие это всегда говорит о том что есть здесь проблема или болезнь или вирус а с вирусами у нас в этом периоде сейчас последние годы очень активно везде и многие пишут с разных стран вирус просто это проблема номер один в том чтобы получить хорошие качественные семенной картофель его очень сложно получить через семена кто-то выращивает целый там процесс должен быть поэтому уже мы покупаем приходится покупать картофель и для того чтобы получить уже хороший картофель перебираем отделяем то что у нас слабенькие болезненные все это мы удаляем больные поврежденные картофельные ну а теперь нужно готовить на проращивание на свету будут мы хотим получить крепкие зеленые ростки и они должны все проснуться эти росточки тогда будет хороший урожай для прогревания мы заносим в теплицу и здесь где-то три недели в месяц у нас находится картофель и здесь как раз запускаются ростовые процессы потому что именно ростовые процессы при температуре плюс 25 28 активно идут картофели и начинается проростка пророст вот этих глазков которые затем будут давать нам и зачатки листиков и зачатки корешков из этих как раз проростков у нас будут формироваться картофельный будущий урожай еще такая особенность что вот с верхней части всегда глазки первыми просыпаются поднимаются и получается что неравномерно вот этот процесс идет когда мы обламываем вот эти с верхней части картофелины вот эти росточки то получается что другие тоже прорастают начинает прорастать конечно же все зависит от сорта поэтому есть сорта которые нельзя обломать поэтому нужно следить за этим делом мы заносим в теплицу здесь клубни зеленеют и благодаря вот этому озеленению выработки солонина становятся устойчивыми к ряду болезней и ускоряется процесс появления всходов после посадки так что я реализация это очень важный процесс и те кто только начинают помните что вот картофель который вы видите светленький пустил ростки не высаживайте самое главное световое проращивание солнечные лучики тепло должно быть и тогда растение начинает как раз вот эти новые ростки их много появляется со всех глазков появляются эти ростки и они затем становятся действительно хорошим основанием для урожая мы пока вам рассказываем показываем мы провели такой эксперимент те росточки которые на картофеле были тоненькие мы их оставили здесь же в погребе и вот смотрите что в результате получилось мы вам показываем какой был бы урожай у нас если бы мы посадили этот картофель поэтому все тоненькие росточки все больные растения больные клубни все это отбираем оно нам не даст результата наоборот они даже могут потом с помощью вот этих всяких мушек комариков цикадок перенести из здорового картофеля вот на здоровый из больного картофеля на здоровый картофель вот эти вирусы которые которыми заряжены вот эти картофелины у меня столько эмоций от этого картофеля просто очень хотелось вам показать чтобы вы видели насколько это опасно насколько это важно вот этот процесс яровизации картофеля очень важен подготовка картофеля перебираем отбираем готовим утепляем раз его раскручиваем чтобы он просыпался теплом энергии солнца просыпается картофель начинают из всех глазков вот эти проростки расти и будущие вот эти зачатки листиков зачатки корешков так красиво жирные такие будут нарастать нарастают и только вот этот картофель уже можно садить причем он весь зеленый и зеленые ростки тоже появляются вот такая у нас тема очень важная моя задача была потому что многие сейчас пишут мне вот много мы упустили ростки очень длинные вот ростки росткам конечно если очень длинные нужно их обламывать чуть позже будет но все тронутся в рост вот все ростки которые есть на картофеле а так вот будет один два ростка и причем один раньше другой позже а вот нужно когда вы обламываете зеленяете этот процесс очень важен вы получаете одинаковые всходы одинаковый рост одинаковая вегетация и все процессы будете проводить в одно время дальше по всем требованиям по агроприемам все это будет по графику идти и будет хороший результат так что готовим картофель не поздно еще можно при высокой температуре вялить чтобы он был вяленый прямо и были жирные ростки и будет хороший урожай потому что этот картофель даст действительно толчок очень хороший толчок для вот этих ростков на которых будут формироваться столоны и на них будут формироваться вот эти картофелины вы посмотрели специально для вас снимала очень много для того чтобы наконец-то вот это дошло что нужно перебирать нужно внимательно относиться к самому картофелю и основательно готовиться к тому чтобы посадить качественный картофель и затем ждать не только ждать а трудиться и получить хороший урожай видео подготовили раиса горяченко александр волик мы желаем вам хорошего урожая картофеля еще раз но нужно для этого провести часть работы очень важной работы по подготовке семян к посадке всего доброго вам до новых встреч на нашем канале витаем вас на канале раиса горяченко дача сад город квиты мира вам та добра и хорошего урожаю картопли але щоб отримати гарний урожай картопли треба дуже багато витримати по технології треба і гарна погода и добра подготовка грунту и доброго и виконання всіх умов технології посадка картоплі в сприятливий час и дуже важлива тема якісне насиня бульби тому що якщо все це що я назвала зробити а не буде якісного насиня бульби буде з вірусами бульба то урожаю не буде і все в пусту буде зроблено що ж ми робимо а ми в першу чергу перебираємо посадкову картоплю на жаль нам приходиться купувати кожен рік на посадку бульбу бо в нашому регіоні спостерігається зараження вірусами які переносяться камахами до речі присилають мені з багатьох країн теж і фото такої картоплі тобто зараз це проблема мабуть кругом і це дуже важливо щоб не попали в ці вірусні картоплі в посадку тому що від них врожаю не буде і до речі і куплені насіневі бульби на жаль теж мають цю ж саму проблему і тому я ще раз говорю що можна купувати і дуже дорогу картоплю ми її перемиваємо і дивимося що проблема залишається у всіх регіонів і всіх хто продає цю картоплю як насінево тому ми даємо картоплі в льоху трошечки прорости щоб побачити інфіковану картоплю а щоб її побачити дивіться які тонесенькі ці росточки з них толку не буду це свідчить що тут вірус або хвороба ось ця картопля була відібрана спеціальна для того щоб показати як діють віруси при посадці такої картоплі врожаю не буде от бачите які малесенькі картоплинки тонесенькі росточки оце таке і було би в землі може трошечки і зеленої зверху буде ботви але не більше врожаю не буде від такої картоплі що ми робимо відбираємо здорові бульби викладаємо в ящички один шар знімаємо всі ці росточки і заносимо всі ці картоплини в теплицю для прогрівання та єровизації тут в денний час у нас температура піднімається до плюс 28 інколи більше а вночі плюсова температура навіть при нічних невеликих морозах оце прогрівання в теплиці мобілізує фізіологічні процеси в середині картоплі і прискорює ріст та розвиток рослин оці тепло в теплиці та сонячні промінчики необхідні картоплі для прискорення розвитку війчок та озеленення в озеленених бульбах гинуть хвороботворні гриби та сповільняється зростання гнильних бактерій пророщуємо картоплю в теплиці від трьох неділь до місяця в цей час в озеленених бульбах та паростках з'являється соланін який надає стійкість до грунтових патогенів та шкідників декілька років тому ми посадили невелику кількість картоплі з льоху прямо зразу нам не вистачило і зробили такий експеримент і побачили на практиці що ця картопля хворіла весь час під час вегетації вона трохи пізніше розвивалася і при збиранні врожаю 30% картоплі було це була гнила картопля та й та що залишилася вона у нас недовго зберігалася теж дуже швидко вона ішла на те що розвивалися грибки і вона гнила і ми її викидали отож ми не рекомендуємо висаджувати прямо з льоху картоплю у відкритий ґрунт та повернемося до картоплі яку ми готуємо до посадки якщо немає часу для долгового зеленення яревізації картоплі можна провести екстрене пробудження насіння це про в'ялення от картопля навіть нам хтось написав що це у вас за в'ялення таке картопля правда один росток один два ростки були але то такий був сорт картоплі що більше одного ростка там не дається тому ми от таки використовували один росточок а краще все таки обламали цю картоплю яка має гарний вигляд здорово і на пров'ялення один тиждень теплиці при температурі плюс 28-32 і картопля уже поморщиться і це нормальний процес для картоплі яку збираємося садити бо в цей час середині бульва утворюються ферменти необхідні для розвитку от цих паростків на яких в майбутньому буде вражай картоплі коли бульба зелениться і наростуть паростки від одного до двох сантиметрів але чим менше тим краще тоді ми і висаджуємо картоплю обов'язково в прогрітий ґрунт обов'язково плюс 10 і вище градусів в холодному ґрунті та іще якщо посадити зразу з льоху картоплю то це буде дуже важкий вражай і нерви ваші не витримають тому що і всходи наполовину тільки отримаєте і буде картопля слаба і необхідно буде багато захисту від хвороб і від шкідників отож ми коли висаджуємо ґрунт будемо знімати і ми обов'язково покажемо відео окреме яке от ми будемо знімати під час нашої посадки картоплі що ми використовуємо при посадке що ми ще будемо робити обов'язково все це розкажемо в майбутніх відео а зараз час нашого відео добігає кінця його підготували Рейса Горяченко та Олександр Волік гарного врожаю картоплі в 2023 році готуйте добре картоплю до посадки погода бачите ніби й тепло а земля дуже холодна і буде довго холодною тому не спішіть краще гарно підготуйте картопельку до посадки тірунда кага тірунда в Trying